В Непале растёт популяция диких тигров. Благодаря специальной программе по увеличению их численности за последние пять лет количество полосатых больших кошек возросло больше чем наполовину – на 64%. Сейчас на территории страны обитают уже 198 бенгальских тигров. Ранее власти поставили цель увеличить их число до 250 к 2022 году и, похоже, даже перевыполнили поэтапный план. «Мы очень надеемся, что к 2022 году сможем достичь нашей цели, если наши партнёры, правительство, местное население и правоохранительные органы будут работать слаженно и коллективно». Бенгальский тигр, хотя и является самым многочисленным представителем вида, но всё же находится на грани вымирания. Этот подвид водится помимо Непала также в Бангладеш, Индии, Пакистане, Иране и Бутане. Когда-то обитал и в Афганистане, пока не был истреблён. В целом, в дикой природе этих тигров осталось около трёх тысяч. Тигр – желанная добыча для браконьеров. Части тела этого животного высоко ценятся на чёрном рынке, поскольку используются в народной медицине. В Непале без шкур этих животных не обходились королевские церемонии, пока в 2008 году в стране не отменили монархию. Кроме того, некоторые богатые непальцы любят украшать тигриными головами стены своих особняков. Ну и, конечно же, расширение человеческих поселений и уменьшение поголовья добычи – вот основные факторы риска для непальских тигров. Как же удалось добиться роста популяции? Благодаря более эффективной охране национальных парков и других мест обитания и усилению борьбы с браконьерством, в Непале леса занимают чуть меньше трети всей территории. Кроме того, в исследовании этих диких кошек непальским зоологам помогают также США и Всемирный фонд дикой природы. Впрочем, с увеличением численности тигров возникли и некоторые трудности. «Увеличить количество тигров – это всё более очевидная цель, и это поддерживают все общины. И по мере того, как число животных возрастает, думаю, перед нашим департаментом встают два вопроса. Первый в том, что теперь возрастает и наша ответственность, поскольку нам нужно поддерживать популяцию в очень здоровой экосистеме. Но в то же время есть некоторые трудности. Может увеличиться количество конфликтов между тиграми и местным населением». И они действительно увеличились так. За последний год в результате столкновения с тиграми погибли семь человек. Для сравнения, в 2011 году таких было четверо. Чтобы решить эту проблему, среди местного населения проводят разъяснительную работу.